Мультипекарь Redmond RMB611 куплен в магазине onblindtrade.ru Упаковка подарочного вида имеет удобную ручку для переноски. На лицевой стороне изображен такой брутальный повар. Мощность, как мы видим, 700 ватт и якобы 40 в одном. На самом деле мы убедимся, что гораздо меньше. А для того, чтобы было 40 в одном, вам придется купить очень много дорогих дополнительных противней. Назовем их так. На боковой поверхности указано, что питается от стандартной сети. Имеет мощность, как я уже говорил, 700 ватт, антипригарное покрытие и три комплекта панелей. Для приготовления бутербродов, для приготовления вафель, для приготовления на гриле. Имеет индикатор нагрева, индикатор работы. Длина электрошнура 0,8 метра. И сделано все это в Китае. Данный магазин, onlinetrade.ru, портит немножко упаковку, наклеивая свои технические, логистические этикетки. Ну вот, например, в других магазинах еще хуже, там маркером бывает пишут какой-нибудь складской номер, прямо на упаковке. С другой стороны, надписи все дублируются зачем-то на английском языке, наверное, для повышения цены данного товара, точнее его ощущаемой ценности. Тем, кто задумывается о выборе подарка, сразу скажу, что все вот эти вот мучные, сладкие изделия, они, конечно же, вредны для здоровья, приводят к ожирению, повышают уровень сахара в крови, приводят в конечном счете гипертонии и прочим неприятным болезням, типа сахарного диабета. Вот после распаковки сверху мы видим такую, наверное, панельку какую-то барочную, вот эту вот, давайте посмотрим. А вот их даже тут, они аккуратненько так размножены, ну вот здесь две, наверное, третья внутри ее. Вот, типа антипигарное прокрытие, но такая какая-то легкая, наверное, алюминий. Следующие панельки в комплекте, они оказываются тут парами. Вот здесь такими плоскими насадками. И, наконец, сам прибор упакован заботливо с двух сторон здесь защитные прокладки и упакован в полиэтиленовую, или такую целлофановую упаковочку. Давайте посмотрим на вилочку. Вот такая вот вилочка, такая хорошая, надежная. Вот, я думаю, с удобными штучками, креплениями для того, чтобы ее вытащить. Отлично. Давайте попытаемся все это вытащить, посмотри, как это выглядит. Вот так эта мультипечка выглядит изнутри. Кто-то писал, что вот эта вот защелка сверху не очень надежная, лучше с особыми дополнительными усилиями ее не защелкивать. Вот так вот. Дизайн снаружи почему-то мне напомнил какой-то плеер для дисков. Вот эти индикаторы, видимо, нагреваются. Показывают нагрев. Сбоку имеет вид какой-то тарелки инопланетян. Вот, естественно, эта бумажка вытаскивается оттуда. А вот такой вот вид в открытом состоянии сбоку. То есть, открывается больше, чем на 90 градусов. Почему-то все болты видны наружу, даже какой-то страшный провод торчит. Почему-то они все это не спрятали. Вот этот фиксатор нужно отодвигать при замене панели. Сверху точно такой же расположен. Вид сзади такой немножко странный, почему-то не закрытый. Может, это сделать для того, чтобы все хорошенечко вентилировалось. Вид снизу. У данной модели две прорезиненных таких ножки. Провод идет вбок. То есть, возможно, будет неудобно его с другой стороны подключать. Есть вентиляционное отверстие. Ручку. Вот эту можно использовать для переноски. Стоимость такого мультипекаря 2 990 рублей. Я, с учетом 30% скидки, взял его за 2093 рубля. Самовывозом. Это будет подарок моей коллеге. Скинули всем отделом. В комплекте идет вот такая вот книжечка. 50 рецептов. Вот такие вот есть насадки. Я тогда в конце отфотую все это и выложу в конце видео фотографии, чтобы вы могли все это посмотреть. Спасибо. Давайте дальше посмотрим, что еще у нас здесь. Здесь еще есть, наверное, гарантийный талон. Руководство по эксплуатации. Потом на них тоже посмотрим. Давайте доставать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова